Добрый вечер, в эфире Вести. Крачаева, Черкесия. С вами в прямом эфире Ярослав Щекланов. Смотрите в нашем выпуске. Сегодня глава Крачаева, Черкесии Рашид Тимрезов принял участие в совещании по вопросу готовности республики к проведению ЕГЭ. Черкесии прошли очередные дебаты участников предварительного голосования Единой России на выдвижение в Думу Черкеска. В колледже Черкеска отметили Международный день медицинской сестры. За высокий профессионализм педагоги были отмечены почетными грамотами. В культурно-оздоровительном центре микрорайона Московский состоялся турнир подзюдов в честь Героя России Юнуса Каракетова. Сколько человек будут сдавать ЕГЭ в этом году и какие меры принимаются для того, чтобы экзамен прошел без организационных и технологических сбоев? Сегодня в Черкесии глава Крачаева, Черкесии Рашид Тимрезов провел межведомственное совещание по подготовке и сдаче единого государственного экзамена в 2017 году. Подробности у Али Баташева. В этом году 1610 выпускников школ республики будут сдавать ЕГЭ по 12 предметам. Глава Крачаева Черкесии отметил, что досрочный период ЕГЭ в республике продемонстрировал высокую готовность всех служб к организации и проведению экзамена. Планку взятую в прошлом году необходимо удержать и в этом году сделать так, чтобы с одной стороны мы не травмировали наших детей, а с другой стороны объективно оценить знания выпускников. Но я хочу сказать о том, что и при этом выразить слова благодарности всем органам власти, главам муниципальных городов и округов, вашим руководителям районных и городских образований за то, что мы за последние годы действительно проводим, и это отмечается на федеральном уровне, проводим честный и объективный единогосударственный экзамен. Памятная статуэтка, посвященная печати 50-миллионного комплекта контрольно-измерительных материалов для сдачи ЕГЭ, была вручена главе Крачаева Черкесии. 9 июня один из выпускников республики получит сам комплект для сдачи экзамена по русскому языку. Всего в республике организовано 17 пунктов сдачи ЕГЭ. Все пункты у нас оснащены 100% онлайн, трансляция будет осуществляться. В некоторых пунктах мы в этом году заменили IP-камеры, это более современные камеры. То есть мы полностью готовы на сегодняшний день к проведению единого государственного экзамена. Все пункты планируются оборудовать стационарными и ручными металлодетекторами. Безопасность проведения ЕГЭ будут обеспечивать 160 полицейских, а также сотрудники частных охранных фирм. О своей работе по подготовке к сдаче ЕГЭ подробно отчитались представители всех заинтересованных ведомств. В этом году самыми популярными предметами для сдачи единого госэкзамена являются общество знания, история, биология, химия и физика. Но ЕГЭ – это не только экзамен для выпускников, но и большая совместная работа всех органов власти по созданию безопасных и благоприятных условий для его проведения. И эту задачу мы обязаны выполнить, отметил глава республики, завершая совещание. Али Баташев, Мухаммед Ашебоков, Вести Карачаева, Черкесия. В Черкесске прошли очередные дебаты участников предварительного голосования Единой России на выдвижение в Думу муниципального образования Черкесской. О том, как прошла встреча, расскажет Фатима Даурова. На встречу с участниками предварительного голосования пришли учителя 13-й гимназии, родители и жители микрорайона. Первый заданный вопрос после представления кандидатов относился к сфере ЖКХ. Избиратели интересовали проблемы тарифов, качество и объём услуг, изношенность жилищных фондов и контроль за предприятиями жилищно-коммунальной отрасли. Ключевыми решениями этих проблем, я думаю, что в первую очередь это государственный контроль. Невозможно переоценить роль государства в преобразовании систем жилищно-коммунального хозяйства. И здесь приоритетом, мне кажется, должно быть установление государственного контроля. В темы для обсуждения вошли и проблемные вопросы, касающиеся жителей микрорайона. В частности, избиратели попросили помочь будущих парламентариев в установке спортивной площадки, в которой они очень нуждаются. Старая школьная площадка уже не подходит по современным параметрам. Молодым людям негде заниматься спортом. Ещё одна озвученная просьба касалась перехода через железную дорогу, вернее его отсутствия. Вот три вокзала. Идёт буквально 200 метров по железной дороге. Там, что сама проезжая часть разбита до невозможности, что нет никакого пешеходного тротуара для людей. Дойти просто до железной дороги и перейти. Вот через там, скажем, перед самой железной дорогой 5 метров заасфортировано. А до этих 5 метров ничего нет. Мы проехались до указанного места и уже смогли там пообщаться с жителями улицы Первомайской, чьи дома ограничат с железной дорогой. Пешеходный переход. Уже три раза убирают оттуда вот это, чтобы люди там спотыкались и ходили. Дети с колясками ходят там. Очень трудно. Приходится им переходить эту дорогу. А вот этот кусок у нас, тут вот от железной дороги до привокзальной, вот так оставили, вы сами видите, что ямы тут. Александр Планкин, действующий депутат Гордумы, выслушав пожелания избирателей, ответил следующим образом. Вопрос очень правильно задан. Проблема остаётся. Она решается очень сложно, потому что это связано с железной дорогой. Это первый вопрос. Второй вопрос, он проще, который вы сказали, что там разрыв имеется от асфальта до переезда, до перехода. Это проще вопрос. Конечно, он как маленький кусочек у него хватит в программу. Но он может быть сделан из резерва какого-то. Смотря, посмотрите, сколько это стоит и какое там расстояние. Понимаете, о чём? Поэтому я возьму это на контроль. Вот. Это другой вопрос. Участники дебатов высказали свои позиции, рассказали избирателям, что планируют сделать для черкесской и его жителей в случае избирания депутатом. Принять участие в выборе тем для дебатов могут все жители республиканской столицы. На страничке регионального отделения партии «Единая Россия» в соцсетях ВКонтакте и Фейсбук можно проголосовать за ту или иную тему или предложить свой вариант. Фатима Дорова, Расул Бердеев, Вести, Карачаево-Черкесия. У ГИБДД и общественный совет при МВД по Карачаево-Черкесии организовали мотопробег «Вежливый водитель». Цель акции – напомнить авто и мотовладельцам, а также пешеходам о необходимости повышенного внимания и взаимного уважения всех участников дорожного движения. Сейчас настало время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. Субтитры предоставил DimaTorzok В Черкесске – кратковременный дождь гроза, ветер восточный – 5-10 метров в секунду и порывы до 20. Температура ночью – плюс 10, плюс 12, днем – 15-17 градусов тепла. Продолжаем выпуск. В Черкесске отметили Международный день медицинской сестры. По традиции мероприятие прошло в медколледже. Будущие работники среднего звена, которые только обучаются лечебному делу, подготовили праздничную программу, в которой приняли участие студенты и сами гости, среди которых и наша съемочная группа. Александра Коваленко продолжит. Перед Богом и перед лицом собравшихся я торжественно обещаю вести жизнь, наполненную чистотой, и честно выполнять свои профессиональные обязанности. Эту клятву сестра милосердия Флоренс Найтингейл проговорила перед вступлением в общину сестер пастора Флендера в Кайзерверте. Своё главное предназначение в жизни девушка всегда видела в избавлении людей от болезней и смерти. Благодаря стремлениям ей удалось организовать первую в мире службу сестер милосердия. Студенты постарались передать атмосферу выхаживания больных во время Крымской войны. Труд медсестры – это тот труд, который помогает пациентам встать на ноги. И благодаря вам, благодаря вашим усилиям… Золотой фонд системы здравоохранения республики, а именно медицинских сестер, акушерок, фельдшеров, формируется именно здесь, на базе Черкесского медицинского колледжа. От имени министра здравоохранения Казима Шаманова всех присутствующих поздравила замминистра Татьяна Булгарова. Я смотрю на студентов ваших. Всегда вот, бываю, когда в лечебных учреждениях, тоже всегда вот с благодарностью всегда смотрю, потому что самая сложная, самая вот тяжёлая часть работы недоработника выпадает на средних недоработников. Главных будущих помощников врачей и медицинских сестёр пришли поздравить мальчишки и девчонки, которые про медицину знают не понаслышке. Более года в первом оклассе 11-й гимназии Черкеска открылся медкласс. Благодаря педагогам Черкесского медицинского колледжа, которые занимаются с ребятами на внеклассных уроках, ребята познали уже много. Эти дети этого класса, пусть не каждый станет врачом, медицинской сестрой или братом, чтобы они хотя бы научились ухаживать за собой, соблюдать гигиену, проявлять мирослезы к окружающим, не быть равнодушных в чужой беде. И, конечно же, учить окружающих, как надо себя вести. Я знаю, как сделать повязку ДЗО. Я знаю ещё, как измерять артериальное давление. Практические навыки медсёстрам на протяжении 40 лет прививает преподаватель основ сестринского дела Надежда Харибова. Успехов в учёбе и, как говорится, не пятнись белый халат, чтобы рука была у них уверенной. И под белым халатом билось доброе, ласковое сердце. За высокий профессионалист, самоотверженный труд, грамотами руководства колледжа были отмечены педагоги медицинского учреждения. Александр Коваленко, Аслан Баташев, Вести, Карачаево, Черкесия. В республиканской филармонии прошёл конкурс «От тебе пою, я, родина моя» к 60-летию возвращения карачаевцев на историческую родину. Организатором выступили Министерство культуры и Республиканский центр народной культуры. Конкурс проходил в двух номинациях – сольное исполнение и вокальный ансамбль. Цель мероприятия – сохранение и развитие традиций народов республики, укрепление дружеских и культурных связей между исполнителями. В культурно-оздоровительном центре в посёлке Московский чествовали героя России Юнуса Каракетова. В его честь состоялся турнир по дзюдо среди юношей и девушек 2001-2003 годов рождения. Мадина Каракетова далее. Более 200 спортсменов из Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Чеченской республики, Ингушетия и Ставрополье в 12 весовых категориях собрал открытый турнир по дзюдо памяти героя России Юнуса Каракетова. Соревнования имеют с собой цель не только увековечения памяти героя Российской Федерации Юнуса Каракетова, но и имеют военно-патриотическое направление в воспитании молодёжи, отвлекают их от улицы. Хотелось бы отметить, что очень много спортивных дворцов создано в республике. Благодаря кропотливой работе главы правительства Карачаево-Черкесской республики Таким же дополнительным штрихом являются вот эти соревнования. Хочется отметить, что Инус Каракетов был, по словам моего дедушки, был очень спортивным парнем. Он всегда побеждал и в борьбе, и в метании камня. Участников соревнований приветствовали представители администрации Жигутинского района, Министерства спорта Карачаево-Черкесии, рода Каракетовых и судьи соревнований. Данный турнир проводится в рамках празднования 7-го предвещения победы в Великой Отечественной войне. Проведение данного турнира очень актуально в связи с тем, что данный турнир позволяет привить патриотические качества нашего подрастающего поколения, чтобы они не забывали про тот подвиг, который совершили наши прадеды, наши ветераны в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. В первый день боролись дзюдоисты в весовых категориях от 46 до 66 килограммов. Во второй встретились юноши весом от 73 до плюс 90 килограммов и девушки в весовых категориях 52-63 килограммов. Дзюдоисты признаются, что с большим удовольствием и гордостью принимают участие в этом турнире, посвященном бесстрашному партизану и Герою России, к примеру чести и мужества для подрастающих поколений. Юнушка Ракетов был Героем Советского Союза, воевал в лесах Белоруссии, был партизаном. Хорошо, что делали такие соревнования в честь Героя Советского Союза, они объединяют нынешнюю молодежь. Юнушка Ракетов был совсем молодым, когда Геройский погиб, но успел увековечить свое имя подвигами. Награжден медалью «Золотая звезда Героя России», орденом Красного Знамени и медалью «Партизану Отечественной Войны» первой степени. Все посмертно. Такому герою посвящали свои победы юные дзюдоисты. Опередила всех команда Крачева Черкесии. В ее копилке пять первых, три вторых и восемь третьих мест. Второй стала Ингушетия. На третьем команда Чечни. Все победители были награждены кубками, медалями, грамотами и денежными премиями. Хочется поблагодарить Министерство физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской республики и администрацию Узжигудинского района за организацию таких мероприятий. Также от имени рода хочется, чтобы такие мероприятия были ежегодными и традиционными. Это все вести, а прямо сейчас в эфире нашего канала премьера смотрите новый сериал «Капитанша».